Наиболее ярко проявляет себя Пожарский где-то начиная с 1610 года. Как известно, в конце 1610 года идет процесс формирования первого ополчения, который пытается освободить Москву от поляков, занявшие Кремль, Китай-город и создавшие марионеточное правительство, так называемую Семибоярщину. Где не бояре определяют то, что происходит в Москве, а ведущую роль занимают королевские доброхоты Салтыков и прочие, которые работают и становятся тайными сторонниками Сигизмуда III. Хотя официально они при дворе Владислава Жигимоновича, того самого королевича Владислава Жигимоновича, который никак не появится в Москве, несмотря на то, что Августовский договор предполагает появление королевича в Москве и его воцарение. Правда, при условии, что он примет православие. Вот, и наиболее ярко в конце 10-го года это проявляется в том, что он становится одним из сторонников первого ополчения. И когда первое ополчение уже собирается и двигается на Москву, видимо, Пожарский с рядом других деятелей направлен в Москву, чтобы подготовить восстание москвичей, чтобы освобождение Москвы произошло как бы изнутри и извне при приближении отрядов первого ополчения. Восстание Трубецкого, Заруцкого и Люпунова Прокофьева. И тут происходят такие очень драматические для нашей московской истории события. Это восстание мартовское в Москве и, по сути дела, сожжение Москвы. Вообще, это удивительная история, история сожжения Москвы. Мы всегда знаем известную поговорку, что Москва от копеечной свечи сгорала, и она постоянно сгорала, и целыми кварталами, и огромными бушующими пожарами. Например, вспомните, 1547 год при Иване Грозном, который потряс Ивана Грозного и отчасти повлиял на него и заставил пойти на реформы так называемой избранной Рады. Но были пожары, которые связаны с военными действиями, интервенцией. Вспомните, знаменитый пожар 1812 года, но не менее драматичен и не менее масштабен. Это пожар мартовский 1610 года по мере приближения первого ополчения, извините, 1611 года. Дело в том, что поляки вели себя в Москве очень вызывающе. Проходили постоянные столкновения с польским гарнизоном. Они уже воспринимались не как слуги Владислава Жигимоновича, царя московского, а как интервенты, захватившие Москву и творившие здесь произвол. Столкнулись разные культуры, коды культурные. Например, поляки могли войти в церковь с оружием, с саблями на боку. Для поляков это было нормально. В католических странах такое в костелах и происходило. А вот, например, для русских людей это было оскорбление церкви, святынь, находящих в церкви. Они другались и посмеивались над церковными обрядами, над образами, перед которыми склонялись православные русские люди. Я уж не говорю о насилиях, о грабежах, о том, что была создана совместная коллегия управления Москвы, где были и русские люди, и представители польские под руководством Гонсевского, который стал, так сказать, во главе московского гарнизона. Но вот это все сопровождалось, конечно, таким насилием, попытками насаждения католичества. Потому что вообще-то Польша, правящий класс польский рассматривал Москву уже как провинцию Речи Посполитой. И были такими проникнутыми настроениями, высокомерие. Русских людей считали и необразованными, и варварами. И, так сказать, польская златовольность, характерная для магнатства, для шляхетства польского, так сказать, противопоставлялась вот этой покорности русских людей, которые якобы не могли, имея в виду даже представителей имущего, правящего класса, титулованной, нетитиловой знати, вот они были как бы рабы перед русскими государями. И это тоже было предметом таких оскорблений и пренебрежения по отношению к служилым людям, к московским жителям. И, конечно, это должно было рано или поздно привести к конфликту. И, в принципе, это привело к конфликту, к такому резкому усилению. Вот тут мы с вами видим Бориса Федоровича. Но давайте перейдем вот к этим московским трагичным событиям. Вот это московское восстание 1611 года. Вот как бы тут ситуация, когда москвичи уже слышали, знали о приближении первого ополчения, которое должно было освободить Москву, но не утерпели, подняли восстание раньше времени. Вообще, это события, связанные с Великим постом, последние недели Великого поста, началом последней недели ждали, например, вербное воскресенье. Поляки даже, так сказать, желая проявить некую такую лояльность, выпустили патриарха Гермогена, который к этому времени вообще-то уже поддерживал первое ополчение и призывал русских людей к выступлению, по сути дела, освободил русских людей, как я уже говорил, от клятвы Владиславу. Это был вообще такой очень сильный духовный со стороны патриарха подвиг. И поэтому, вообще-то, Гермогена тоже следует отнести, конечно, героям смуты, вот другой типаж героя, но только такого духовного героя. Потому что что значит вообще освободить русских людей от клятвы? Это значит, Гермоген брал на себя вот этот грех клятвопреступлений, которые совершили русские люди. Он это, так сказать, берет на себя и будет ответствовать перед Богом за это прегрешение. Но это одновременно означало вот освобождение русских людей от присяги, которые они принесли Владиславу. Так что это был такой очень важный духовный такой поступок, без которого, может быть, такое активное сопротивление полякам было просто невозможно. Ибо была еще одна концепция смуты, что поляки — это бич Божия, это наказание русских людей за прегрешение, и как бы следует терпеть, так сказать, это божественное попущение. Но Гермоген, так сказать, предлагает другой вариант. Это не только, так сказать, наказание, которое надо, так сказать, принимать, но это еще и обязательство спасения православной веры, православного Отечества, избавления от вот этих, так сказать, попежников, которые заполнили сторонников Папы Римского, католиков, заполнили и захватили преславное Московское царство православное. Вот. И он, так сказать, к этому времени был арестован, по сути дела, находился в Кремле, в чудовом монастыре, в заточении. Но вот на верное воскресенье его освободили, и Гермогена впервые, в последний раз, точнее, москвичи увидели во время этой самой церемонии. Но уже во время церемонии накал был очень сильный, потому что, так сказать, православные люди, торжество православия, так сказать, ощущали и готовы были выступить. Вот. И после как раз верного выступления начинаются вот эти драматические события в Москве. Начинаются на базарах, схватки. Здесь считается, что там одна из причин, когда поляки, ожидая подхода первого ополчения, решили из арсенала выкатить пушки и поставить на стены, чтобы встретить первое ополчение орудийными залпами. И когда, значит, стали московских извозчиков заставлять выкатывать пушки на стены и на башне московских укреплений Белого города и так далее, те воспротивились, и началась вот эта схватка. Схватка. Вот здесь перед вами одно из таких полотен, вот этих московских выступлений. Такие драматические очень события. Конечно, по количеству польских гарнизон, а он насчитывал несколько тысяч человек, ни в какой мере не мог сравниться с московскими жителями, с московскими стрельцами. Их было намного больше, так что количественное было огромное преимущество. Но дело в том, что это были профессиональные воны, я имею в виду польский-литовский гарнизон. И в этом плане, конечно, было такое неравенство. И москвичи очень любопытную такую тактику избрали. Они перекрывали улицы, перекрывали, воздвигали вот такие брикады, которые здесь вы видите на картине. Ну и встречали атакующую панцирскую кавалерию, то есть такую полурегулярную польскую кавалерию, перед которой мало кто мог устоять. Вот, отбивали, закидывали их дровами, всем чем угодно. Но и огнестрельное оружие, конечно, шло в ход, и такие очень упорные бои. Причем, когда, так сказать, противник отступал, брикада передвигалась, дров было много, просто разбирали во дворах дровяницы и, так сказать, водружали эту брикаду. Вот такие шли очень кровопролитные, упорные бои. И вы спросите, а что в Пожарске? А Пожарске оказался в городе, видимо, как я уже говорил, для того, чтобы вовремя поднять восстание. Не до подхода, а уже когда силы первого ополчения подойдут. Вот. И он вынужден был присоединиться к восстанию и на Лубянке, то есть там, где, ну, грубо говоря, детский мир, в своем дворе он создает острожек, который ведет такие упорные бои. Тут даже до артиллерии дело дошло, до пушек. И вот, так сказать, возглавляет эту часть восставшей Москвы, упорно дерется. И борьба была настолько тяжелая, что он трижды вообще был ранен. И 20 января он же буквально обессилел. Вот. И Пожарского просто вынуждены были сначала увезти в Троицу-Сергиевскую лавру, потому что он уже знемогал от ран. Ну, а затем его увезли в его родовое имение, это не так далеко от Нижегородского края, где он потом будет лечиться, и куда потом приедут послы из Нижнего Новгорода, предлагая ему стать военным начальником. Вот. А бои шли очень тяжелые. Я могу привести просто, потому что остались записки и со стороны поляков, литовцев, которые описывали эти бои, и со стороны наших книжников, которые тоже в летописи зафиксировали. Вообще считается, что погибло, такие цифры называют, до 150 тысяч одних москвичей, потому что буквально такие кровавые были. Но это явное преувеличение, конечно, считается, что погибло вот в этих боях порядка 7-8 тысяч москвичей. Это тоже очень много. Но справиться в конечном счете все-таки поляки не могли. И тогда один из, так сказать, сторонников, русских сторонников, бояр, входящих в семи боярщину, предложил полякам самый простой способ, как погасить это восстание. Погасить огнем, просто поджечь город. И Москва была поджжена. Просто поляки ринулись в разные районы Москвы и подпалили город. Ну и получилось так, что огонь, в общем-то, в конечном счете погасил это мартовское восстание. И когда буквально в начале апреля ополченцы первые подошли уже к Москве, Москва собой представляла вообще печальное зрелище. Собственно, все выгорело. А поляки отошли в Кремль, Китай-город, частично кое-какие районы Белого города, там в Новодевичьем монастыре находились. А жители, ну вы можете представить, в общем-то, это начало весны, это еще холодная такая погода. Вот как тут было москвичам, Москва разошлась, жители Москвы разбрелись, и, в общем-то, ситуация была крайне-крайне тяжелая. Вот еще одна иллюстрация московского восстания. Как видите, вот уже, так сказать, вечер. Здесь изображено Москве. Москвичи, которые, значит, ведут эти бои в отбиске пожара, в общем-то, очень такая трагичная история. И еще раз повторяю, первое ополчение пришло на пепелище. И восстание таким образом было подавлено. Ну и начинается осада Москвы.